Какие изменения ждут российских водителей в августе 2022 года? Смотрите все подробности далее. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочное. Сегодня у нас 28 июля 2022 года, конец месяца, и традиционно в конце каждого месяца я рассказываю о грядущих изменениях для водителей в следующем месяце. Соответственно, этот видеоролик будет посвящен поправкам для водителей с августа 2022 года. В отличие от того же июня или июля 2022 года, август выдался менее богатым на изменения для водителей. Тем не менее, ряд интересных моментов ожидается. Первое изменение, оно касается так называемых упрощенных транспортных средств. Я напомню, согласно постановлению правительства номер 855 от 12 мая 2022 года, в России до 1 февраля следующего года официально было разрешено выпускать так называемые упрощенные транспортные средства без установки антиблокировочной системы, подушек безопасности, системы аэроглонас и ряда других электронных компонентов, а также любого экологического класса. Текстом этого документа до 1 августа 2022 года было разрешено выпускать транспортные средства без установки системы экстренного вызова аэроглонас. При этом уже выпущенные транспортные средства до 1 февраля 2023 года было положено оснастить, то есть провести отзывную кампанию и дооснастить указанными модулями аэроглонас. Пока что по состоянию на сегодняшний день, на момент съемки видео, никаких изменений здесь не произошло, однако я предполагаю, что эту норму могут в очередной раз отложить, потому что на сегодняшний день, насколько я знаю, ситуация с этими модулями аэроглонас в России не налажена. Если вы помните, изначально эту отсрочку по установке аэроглонас вводили вообще в конце лета прошлого года, до 31 декабря 2021 года ее вводили, потом продлили до июня, теперь продлили до 1 августа, и не факт, что после 1 августа все это дело опять не перенесут и не отложат. Далее, второе интересное изменение, это так называемый законопроект о такси. Про него ранее уже подробно я рассказывал. Напомню, что 5 июля 2022 года этот документ был одобрен депутатами в первом чтении. Согласно текущей информации, до 3 августа 2022 года к этому законопроекту принимаются предложения, замечания и дополнительные поправки. Соответственно, после 3 августа начнется подготовка этого законопроекта к рассмотрению во втором чтении. Коротко напомню, суть основных изменений, которые предполагается вести этим законом, вводятся государственные информационные системы такси, а также три государственных реестра, в которых будет содержаться информация о перевозчиках, об агрегаторах такси, а также об автомобилях, которые работают в такси. Официально будет разрешена работа таксистам для самозанятых, вводятся ограничения на работу таксистам за пределами своего региона, вводится обязательный перечень требований к автомобилям такси, в том числе по распоряжению правительства может быть установлено требование по наличию датчиков усталости, которые следят за состоянием водителя, а также введение региональных ограничений по экологическому классу транспортных средств для работы в такси. Помимо автомобилей, вводятся также усиленные требования к водителям, необходимо будет иметь стаж не менее трех лет категории B, а также будет запрещено работать в такси тем, кто имеет более трех неоплаченных штрафов. Помимо этого, этим же законопроектом вводится солидарная ответственность за ущерб, который может быть нанесен пассажирам такси, то есть ответственность будет делиться между водителем, агрегатором и службой заказа такси. И еще одна из нашумевших поправок, это то, что согласно тексту этого документа, Федеральная служба безопасности получит доступ в этот реестр такси, то есть ФСБ будет иметь информацию о поездках, о том, куда ездил клиент и так далее. Уже на сегодняшний день документ получил довольно-таки неоднозначные оценки, ряд предложений и замечаний дополнений уже подготовили в Совете Президента по правам человека, в Общественной Палате и в ряде других ведомств и министерств. Соответственно, после 3 августа все это будет аккумулироваться в Госдуме, дорабатываться и будет готовиться ко второму чтению. Так как на сегодняшний день у нас весенняя сессия уже закончилась, соответственно, второе чтение закона о такси состоится в начале осенней сессии. Первое пленарное заседание, я напомню, запланировано на 13 сентября 2022 года. И еще одно важное изменение, которое может произойти в августе 2022 года, это расширение тарифного коридора ОСАГО. Про это я уже неоднократно рассказывал ранее. Речь идет о проекте указания Центробанка, которое прошло общественное обсуждение в период с 22 по 28 июня 2022 года. Я ожидал, что этот документ будет подписан уже в июле, но пока что по состоянию на 28 число этого не произошло. Поэтому, грубо говоря, даже если сегодня до конца дня этот проект указания будет подписан, то согласно его тексту он вступит в законную силу по истечении 10 дней. То есть в любом случае это произойдет уже не раньше августа 2022 года. Коротко напомню, в чем суть. Согласно этому проекту предполагается очередное резкое расширение тарифных коридоров ОСАГО. Так, для общественного транспорта базовый тарифный коридор будет расширен на 17,8% в меньшую и в большую сторону. А вот для всех остальных категорий транспорта, в том числе и для самой массовой, для легковых автомобилей-частников, тарифный коридор будет расширен сразу же на 26%. Это будет уже второе с начала 2022 года расширение. С 9 января, напомню, тарифный коридор для частников расширялся на 10%. Как я уже сказал, данные поправки вступят в законную силу по истечении 10 дней после даты официальной публикации этого проекта указания на сайте Центробанка. На сегодняшний день пока что этот документ еще до сих пор не опубликован. Скорее всего, это все произойдет уже в августе месяце. Естественно, для многих водителей в случае такого резкого сильного расширения тарифного коридора ОСАГО стоимость полисов ОСАГО может довольно-таки значительно вырасти. Поэтому, если ваш полис ОСАГО истекает в ближайшее время, я рекомендую не дожидаться подписания этих поправок, а оформить этот полис уже сейчас. Я напомню, согласно действующим правилам, страховые компании позволяют оформлять полис заранее до 60 дней до даты его истечения. А для того, чтобы вы могли сравнить актуальные цены по полисам ОСАГО от наиболее популярных страховых компаний России, я оставлю ссылку в описании под данным видеороликом. Там, если вы сравните цены и какое-то из предложений вас устроит, то вы можете оформить онлайн полис ОСАГО и получить его на свою электронную почту. Вот такая вот информация. Про это я хотел рассказать в этом видеоролике. Уже скоро, с сентября 2022 года, ожидаются очередные пленарные заседания Госдумы, на которые остался на рассмотрение целый ряд поправок для водителей. Речь идет и об амнистии по штрафам, и о лишении прав по состоянию здоровья, и целом ряде других интересных поправок. Про них я расскажу более подробно уже в следующем видеоролике. Вот такая вот информация. Надеюсь, она была для вас полезной, интересной. Что вы думаете по этому поводу, своим мнением вы традиционно можете поделиться в комментариях под данным видеороликом. Спасибо, что досмотрели его до конца. Всем удачи на дорогах, и всем пока.